Для кого-то НАТО возделенная мечта, для кого-то НАТО исчадие ада, а для кого-то просто автобусная остановка. Нормально. Вы откуда? От Украины. А вы? Это не ответ. Город важен? Черкавская область. Понятно. Смела, что ли? Ну, почти. Ясно. Я буду город Торонто. Торон... А, Америка. Ну, хорошо. Ну, континент Америка, да, но не США. Да. Ладно, неважно. Вы на какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? Вопросы... Если вы можете ответить, я бы хотела задать вопрос по поводу НАТО. Ваше не сомнение. Просто есть все. Ну, задавайте по поводу НАТО. Что по поводу НАТО? Ну, как вы думаете, нужно Украину, а почему-то не нужно. Что, в НАТО идти? НАТО должно Украину защитить или нет? Нет, конечно. А почему? Потому что Украина не член НАТО. А если вступить НАТО? Она не вступит именно потому, что ее тогда придется защищать. Вы сами посудите. Если вы занимаетесь бизнесом, вы будете брать какого-нибудь проблемного сотрудника? Так они же взяли уже много сотрудников других проблемных. А каких проблемных? Прибалтика разве только? Ну, и то взяли ее в качестве извинений за то, что... Ну, если вы знаете, во время СССР Запад не признавал, что Прибалтика находится в составе СССР. Но в то же время это признание было только декларативное. На самом деле и автобусы ходили, там, допустим, в Германии тоже из Риги, да? И самолеты летали. То есть вот такое непризнание было, оно чисто декларативное. И вот в ответ на извинения, в качестве извинений, я так понимаю, в качестве извинений за это перед Прибалтикой Запад ее принял в НАТО. Не только принял в НАТО, он и дал ей безвизовый режим намного раньше других, раньше всех восточноевропейских стран. То есть... Они сделали Евросоюз. Они приняли Евросоюз. Неважно, для Штатов и Канады этот Евросоюз ничего не значит с точки зрения визового режима. Польша получила безвизовый режим всего два года назад. А Прибалтика лет 15-18 назад. А Польша еще три года назад ездили из Польши по визам. Вот из Чехии можно было без визы, а из Польши ездили по визам. Канаду и Штаты. А Прибалтика первая получила раньше всех, раньше Венгрии, раньше Чехии и так далее. Но, а можно, а вот сейчас, Швеция, Финляндия, Норвегия, сейчас хотели сейчас вступить в НАТО? Ну, Норвегия, она и была в НАТО очень давно, в Норвегии. А Киевская, Швеция, Финляндия, вот как-то они, сейчас они, в общем, жестко хотят вступить в НАТО и вроде там их... Ну, их при... если они хотят, их примут. Потому что они члены, они полноправные члены западного мира, в отличие от Украины. Евросоюзом. Ну, да, Евросоюзом. Ну, хорошо, а почему, когда нельзя Украину принять в НАТО или в Евросоюз? Ну, в Евросоюз, потому что она слишком отсталая страна экономически. А в НАТО... А почему? А почему слицом отсталая страна? В чем осталось в России? Ну, ВВП надо уж у населения. Потом погуглите, сколько у Украины, сколько у стран, допустим, сападных. Ну, вот Финляндия или Швеция? Давайте, ну, давайте вот так вот, допустим. Население в Финляндии или Швеции и Украины в Швеции? Ну, Украина больше по населению. Мы же говорим, ВВП на душу населения, то есть валовый продукт на душу населения. У Украины он раз в десять меньше, чем у Швеции или Финляндии. Ну, просто не дает никому пока что делать, что, что ВВП не дает делать. Ну, понятно, что в НАТО это как бы красивая обертка, да, но в то же время НАТО это щит для цивилизованных стран, а Украина таковой не является. А почему-то на НАТО сейчас не входит в Украину? Потому что она просто боится России или просто потому, что Украина не входит в НАТО? Ну, да, потому что Украина не входит в НАТО, они не обязаны входить. Почему? Почему, когда СССР вошел в Афганистан, почему НАТО то же самое, что она не воевала в СССР? Правильно? Потому что они не боялись, поэтому, значит, им не нужно было это просто делать, входить в Афганистан. Они там, Советский Союз, там проблемы свои решали. Ну, и, а в Украину зачем вам нужно входить? А не знаю, а это вам там в России спросить. Нет. Это я не знаю. Зачем НАТО входить в Украину? А они там есть разве? Ну, поэтому и не входят. А их там и нету. Их там и нету. В России просто воюют, но территорию Украины в Самилице. Ну, а почему война-то началась? Из-за чего? Каковы причины, по-вашему? А я не знаю. А почему началась? Потому что Украина за 8 лет не только не выполнила Минские соглашения, но и даже демонстративно от них отказалась. И Зеленский сказал, что Украина никогда не собиралась их выполнять. Это то же самое сказал Порошенко. Но Порошенко Путин все время простил, потому что они там, какие-то у них личные были, какие-то взаимоотношения не такие уж плохие. А когда это повторил этот дурачок Зеленский, он должен был обтекаемо сказать, что я бы хотел их выполнить, но мне не дают. И невозможно. А он сказал довольно нагло. Он сказал, мы не собирались выполнять. Вот за это он получил войну. И сейчас, вот я вижу, вы там уже человек взрослый, уже знаете что-нибудь. Вот как вы думаете, что сейчас приведет к чему вся эта война? Она, ну я надеюсь, что приведет к более-менее некровавому разделу Украины, на 2-3 государства. Так уже, 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 уже кровавый раздел. Так уже, уже привело. Ну, я имею в виду, что дальше. Да, я знаю, что уже привело. Ну, вот дальнейший раздел, когда я... Это вот у вас кровавая там с Россией, с цички, да? А чтобы между новыми государствами не было вражды. Вот Украина, будет 3 государства. Там центральная Украина, западная, возможно, к Польше отойдет, к Венгрии. И восточная Украина будет. Ну, будет называться там Слова Жанчин или как-нибудь еще. Вот что мы... Уже называют. Уже называется. Вот, ну, сейчас называется Новороссия. Но это неправильно. Новороссия, это 3 области всего. Там нету Новороссии. Уже страны, ну, отбили уже. Ну, ладно. Ну, я не буду с вами спать, ладно. Ну, я вам объясняю. Вот, задача в том, чтобы не было войны между вот вновь образующимися государствами на, так сказать, на территории Украины современной. Вот в чем задача. А то, что... А зачем это Путин вот там все было, это вот, затеивать, напасть на Кири, там, эти, ну, вот, чего это было? Просто показать силу России или что? Ну, декларативно он завляет, там, якобы, деноцификацией, демилитаризацией. Но это неправильно, я считаю. Это дело Украины, там, насколько и милитаризироваться, и нельзя вмешиваться. А вот, если бы он причину назвал, как я назвал, что это злостное невыполнение минских соглашений, он вполне мог наказать Украину военным путем за это. Правильно говорите. Так я никто не делал злостных нарушений этих минских договоров. Украина делала злостные... Сколько раз ей предлагали дать особый статус Донецкой и Луганской области? А почему? А почему мы должны давать? Потому что так записано в минские соглашения. Ну, это же часть Украины, это же не Россия. Ну, она такая, осталась бы частью Украины, но с особым статусом. А почему она должна... Ну, то есть, Абхазию забрали, как не... Забрали, там, часть Азербайджана. Я же вам повторяю, что они бы оставались в Украине. Донецкой и Луганской области, но с особым статусом. А Украина, это такая жадная страна, потому что она чувствует, что потом бы особый статус потребовали Харьков и Одесса. Конечно. Вот. Потому что Украина насаждает свой язык в Харькове и Одессе, как в Донецке и Луганске и так далее. А при особом статусе Украина не может мову насаждать. Она может только... А вы когда-нибудь были в Донецкой области, в Луганской области? Вы когда-нибудь были? Был, в третьем году в Донецке. И, по вашему мнению, русский язык был запрещен там в тех районах? Не был запрещен, он и сейчас в Харькове не запрещен, но щемляется. Неправда. Ну, я лучше знаю. Я в Украине бываю каждый год до ковида, до 19-го года. Я из Харькова уехал, если вас интересует. Вот поэтому, вот поэтому, вот как вы говорите, что ущемляется язык, это неправда. Потому что моя семья приехала с Россией. Она приехала с Дальнего Востока. Моя семья, вот лично моя, личная семья, мой папа, мама. Ну, понятно, понятно, да. Мы не приехали и жили в Мариуполе. Никогда в Мариуполе не было такого, чтобы кто-то кому-то сказал за русский язык, чтобы говорить о русском, 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 русском. Говорить на русском можно где угодно, хоть во Львове. Говорить на русском. А о чем вы говорите? Ну, я вам поясняю, вы слушайте. Функция, функционирование языка, это не только говорить. В отношении говорить, это вот российские СМИ глупость делают, что они эту тему педалируют, что якобы говорить нельзя. Нет, говорить можно. Но в отношении говорить русский язык не ущемляется. Он ущемляется в иных сферах. В образовании. Вы считаете, что в Украине нужно преподавать русский язык? У вас в России преподают русский язык? Преподают, конечно. Преподают 14 классов по России. Есть столько, сколько есть спрос. Вы меня обманываете. Ну, меня спросили, я вам сказал мнение. Ну, в России украинские жизни преподают. Ну, я вам сказал, есть 14 украинских классов по всей России. Классов, не школа классов. Ну, потом погуглите. В школах определенных преподают, но точно не сейчас. Ну, сейчас я не знаю, когда во время войны, может, и отменили. Год назад было. Я вам больше расскажу. Лужков, он заигрывал все время с некоторыми, значит, украинскими деятелями, в том числе и сторонниками украинского языка. И сколько в Москве проживает украинцев этнически, как вы думаете? Много, очень много. Ну, как вы думаете, сколько? Ну, очень много, до хрена. Ну, я вам скажу, 516 тысяч, или 526, я не помню. Ну, много, я знаю. Ну, полмиллиона, там, плюс-минус 20, да? Вот. Провели опрос среди них. Хотели бы вы, чтобы ваши дети учились в школах на украинском языке? Во всей Москве набралось, значит, родителей желающих на две школы. Лужков эти две школы открыл, но учеников в них не набрал только 10%. Почему? Одно дело из виде желания, а украинцы же не проживают компактно в Москве, они разбросаны. А другое дело возить ребенка куда-то за 15 километров. Поэтому эти школы так и не были открыты, поскольку набралось критически мало учеников, несмотря на то, что они открыли по, так сказать, прогнозу желающих. Они пожелали, а в школу регистрироваться не явились. Не явились. Вот то же самое и в иной России, кроме Москвы. Там, где набирается класс, там открывается украинская школа. Потом погуглите, 14 классов. Ну, было, по крайней мере. Сейчас, может, нет. Год назад или два было. И в Украине тоже. Дело в том, что образование нужно следовать в конъюнктуре рынка. Если бы вы убедили свой народ, что украинский язык это модно, тогда бы никаких проблем у вас не было. Так и есть сейчас в момент. Сейчас сколько украинский язык, у русского языка не везде. Ну, это в Виннице у вас, он и при СССР был у вас. Да, я знаю. Это в Виннице, в Киеве, Виннице, в Керкасах. Я сейчас в Керкасах нахожусь. Везде. Ну, в Керкасах и были, там еще при СССР были много укромовников. Ну, я понял вас. Хорошо. А, Керкасы это центральная часть. Это, наоборот, русскоговорящие люди. Русскоговорящие люди это Харьков, Запорожье. Отчасти Днепропетровска. Вы не правы. Вы не правы. Ну, я говорю, чтобы около 90% было. А в Керкасах, может, там процентов 40 русскоговорящих. Ну, а Харьков это русскоговорящий город был? Что? Харьков это был русскоговорящий город. Ну, он и сейчас русскоговорящий. Так он и был до этого. И был. Я же не... Я вам пример приведу русскоговорящего города. А вы мне называете... А Мариуполь? А Мариуполь тоже самое, как Харьков. Да. Да. Ну, а зачем его бомбить? Да. Ну, это неправильно. Я вам вопрос об этом задал. Хотя... Это неправильно. Я с вами... Хотя бомбят его не только российские войска, а почти на пополам и ВСУшники. Именно, чтобы списать на российские войска или... Другое дело, что специально никто не бомбит мирное население. Когда мажут, или когда там в доме находятся тербаты, по них бомбят и... А вы видели бомберку драмтеатра в Мариуполе? Как вы думаете, по-моему, 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 по-моему? Азов. Азов. Я не знаю, Азов или Тероборона кто там находился. Поэтому бомбили. Ну, это... А то, что там были женщины, типа, может, консьержка была, наверное, еще там чего-то. А там, где было вокруг написано там драмтеатра, написано было дети, это не терророль, да? А это... Ну, на самом деле, по факту, что там не было представления для детей в этот момент. А там находились тетеробороны. Ну, по кругу драмтеатра было написано дети. Большими буквами написано было краткое дети. Значит, не поверили. Не, значит, не поверили. Не поверили. Это специально написали тетеробороны, чтобы их не бомбили. А и не поверили. Вот так и всего. Ну, короче, ну, а вас, как его называли, Мепестов, 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 Который говорит там про Россию, сказал, что ошибка, потому что все равно ошибка. Ну, я подробно не изучал это. У меня больше Харьков беспокоит, там, какие здания вот пострадали. Это я переживаю. А вы смотрели Харьков? Вот вы, дни, что вы смотрели Харьков? Смотрел, смотрел. И что с ним случилось с тем Харьковым? Тоже Украину лупит Харьков? Ну, я же вам сказал, на 40% лупит Украина, на 60% российские войска. Я имею и садерскую информацию, в отличие от вас. Я могу позвонить одноклассникам и спросить, конкретно, откуда лупит. И они мне дают точную информацию. И вас, подожди, говорите, что украинские войска лупят Харьков? В том числе, они конкретный дом, как и по какому-то дому украинский лупят, по какому-то российский. Там же люди знают, где кто находится, откуда прилетает. Может быть, украинские войска лупят Харьков, но лупят там, где стоят лупские войска. Да, и то же самое российские войска лупят, не просто так лупят по дому, а там, где находятся штабы террабороны или скопления ВСУшников. Естественно. Никто специально по мирному населению не лупит, ни чем другие. Это называется, значит, называется, это называется, вот у нас в моей семье есть родственники, которые живут в Дальнем Востоке. И они говорят, что войны нет, это Украина попала в Россию, и вы все виноваты. Вот вы об этом говорите. Ну, российская пропаганда так же не объективна, как и ваша, я могу вот что сказать. Я не спорю, я не спорю, но я просто говорю, что он промывает просто воздух, и вам промывает. Я в Канаде живу, меня не промывает. Я не спорю, я не рваться не буду. Я вас понял. Хорошо. Я вас понял. Ну, ладно, спасибо за беседу. Да, удачи. Удачи, всех благ, берегите себя. Смай бог, что здесь хочу. Чтобы вы сохранили свое имущество в этой войне и свою жизнь, тем более. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Но не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, не так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австрове Геннадий. Опа, так это не было еще? Ну еще. Знаете, все, все. Все. Тебя пошло, а ты не воруйся. Голыдьку всякую прочую. За станицы родные, вся луга. Залюные, да за царскую отчину. Паркафорский был. Бузеон украинским угодом и чиновник. Пытаясь. Да, да. Украину, кто... О, все, кто. Группа Крымичка. И по конституции еще раз заявляю, власть в Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я уверяю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только Харьковская власть. Для кого-то нато вожделенная мечта, для кого-то нато исчадие ада, а для кого-то просто автобусная остановка.